Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству обеспечить 2024 году увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в России, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек, что почти в полтора раза больше, чем в настоящее время. Об этом говорится в указе главы государства о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Государство поддержит малый бизнес с заказами. К 2024 году объем закупок у малого и среднего бизнеса должен увеличиться в полтора раза, до 5 триллионов рублей. Пока малый и средний бизнес могут гарантированно получить только 15% заказов государственных компаний, предлагая свои услуги на 8 специальных площадках. Почти половина всех инвестиций в отечественный бизнес – это как раз государственные средства. В прошлом году закупки госкомпаний составили порядка 17 триллионов рублей. Государство фактически принуждает государственные органы и компании с государственным участием отдавать часть своих закупок малому и среднему бизнесу, в том числе проводить специальные тендеры для субъектов малого предпринимательства. Но многие представители малого и среднего бизнеса даже не пытаются предложить свои услуги крупным компаниям, особенно госкомпаниям. Некоторые пробуют участвовать в торгах на электронных торговых площадках и бросают, потому что не получилось выиграть первые несколько тендеров. Непростая экономическая ситуация – это время задуматься над эффективностью, искать способы оптимизации, деятельности, нереализованные возможности и новые рынки сбыта, а также новые каналы продаж. Практически любая добросовестная и хорошо работающая компания из категории МСП может стать постоянным победителем тендеров госкомпаний и госорганизаций. Кроме того, увеличение доходов бизнеса – это увеличение доходов региона. Мы приглашаем к разговору нашего гостя в студии Иван Загорский, директор по развитию Дальневосточной торгово-промышленной палаты. Доброе утро. Доброе утро, Иван Иванович. А вот как все-таки связаны доходы бизнеса и доходы региона? Для того, чтобы это понять, надо сначала представить структуру доходов бизнеса, из которых в лучшем случае 15% предприниматель зарабатывает для себя. Остальное – это расходы на фонд оплаты труда, это около половины налоги, которые уходят в бюджет региона и покрывают долги региона. А также закупки у такого же бизнеса, как и они, и инвестиции. Поэтому, как связаны, если доходы бизнеса увеличиваются, то увеличивается, соответственно, количество рабочих мест, их уровень заработной платы, количество налогов и закупки у их коллег здесь же рядом, через стену. Тогда вытекает логичный вопрос. Каким образом нам повысить доходы всего края? Края, значит, повысить доходы бизнеса. То есть, речь идет о том, чтобы увеличить количество денег в регионе, ну, по Хабаровскому краю, конечно же, в первую очередь. И те деньги, которые есть, тот объем, взять где-то еще. Вот вы говорили уже о закупках госкомпании, это очень перспективное направление, при всем при том, что президент сказал увеличить закупки по стране в полтора раза, а отдельно выведены закупки Дальнего Востока. И здесь уже увеличение к 2024 году должно быть в шесть раз. Поэтому нужно принимать определенные меры для того, чтобы малый бизнес мог участвовать в закупках на тех или иных условиях. А сколько реально малому бизнесу как раз поучаствовать в таких закупках? Я знаю, что там огромное количество документов, очень большая конкуренция. И многие крупные компании просто машут рукой и говорят, что туда вот влезать себе дороже просто будет. Дело даже не в этом. На прошлой неделе мы разговаривали в Москве с рядом крупных корпораций, представителями. И проблема в том, что заказчик, особенно крупнейший заказчик, делает закупки большими партиями. Малый бизнес просто по своим объемам не может туда зайти. Плюс требования к качеству продукции и к ее производству технологии тоже очень высокие. Поэтому корпорации об этом задумались. Плюс президент вдохновил их. И сейчас они готовы малый бизнес включать в некие такие коллективные контракты, для того, чтобы их мощности могли позволить исполнение, допустим, небольших объемов. Такой пример, если крупный завод не возьмется за производство малой партии, то малый бизнес еще и на местах это может сделать, и их просто надо привлекать, развивать, так называемый выращивание. То есть как они могут объединиться, да, для того, чтобы удовлетворить спрос одной крупной корпорации? Именно так. Да, то есть крупные корпорации сейчас готовы идти вот таким путем, искать производителей, которые готовы объединяться для исполнения определенного рода контракта. Я правильно понимаю или поправьте меня? То есть получается для того, чтобы малый бизнес, средний бизнес могли участвовать в подобных закупах, нужны какие-то поправки в федеральное законодательство или нет? Это все реализуемо в рамках действующего. Поправки будут и они постоянно есть. Сейчас, допустим, уже в первом чтении федеральная Госдума приняла закон об облегчении закупок учреждениям культуры. Вот. И в направлении 223-го также есть определенные послабления. Плюс, повторюсь, сами же корпорации готовы на это идти. А также правительство, допустим, Хабаровского края в прошлом году вошло в пилотный проект по выращиванию поставщиков. Ну и Дальневосточная торгово-промышленная палата тоже мы не отстаем. У нас параллельный проект, который в середине мая мы презентуем для производителей и готовы помогать им встраиваться в эти цепочки поставщиков. А что это за проект? Это проект по как раз локализации, по встраиванию малых производителей в вот эти вот крупные закупки, в большие лоты, для того, чтобы на Дальнем Востоке можно было больше производить. Иван Леонидович, последний вопрос. Мы видим заинтересованность субъектов МСП вот в таких закупках? Конечно, и многие субъекты МСП уже в программах партнерства, но, к сожалению, их мало, очень мало. И это нужно изменить. Будем надеяться, что ситуация изменится, действительно. Нам надо в регионе больше денег. Чтобы жить лучше. Откройно говоря. У нас в гостях был Иван Загорский, директор по развитию Дальневосточной торгово-промышленной палаты. Продолжение следует...